Здравствуйте туристы и милитаристы! Нож-каратель производства Атака, 280 миллиметров, длина клина 160 миллиметров, толщина клина 5 миллиметров, дамасская сталь. Поехали! Нож предоставлен интернет-магазином 3 Охотника, просили меня чтобы я сделал кликабельную ссылку, я не знаю смогу я это сделать или нет, адресу магазина www.ножi36.ru Ну посмотрим, что этот каратель, что этот мучитель покажет нам сейчас на кухоньке. Не взял я тряпочку протирать дамаск, но я думаю, что успеем в темпе вальса сделать так, чтобы он не успел заражать. Думал о чем бы таком сегодня поговорить с вами ребят, как-то последние темы я выбираю такие, что слишком много каких-то негативных может быть моментов возникает, я извиняюсь за это, не всегда у меня получается как-то вести мирные диалоги, монологи, вот несмотря на свой ужасный вид очень очень хорошо чистит картофель, действительно хорошо. Вот этим местом просто замечательно выходит. И тема как-то случайно возникла у меня в голове сейчас социальная. Давайте поговорим о вредных привычках. Ну в первую очередь конечно же о курении, ведь это вредная привычка, которая была завезена на кой хрен я не понимаю на Русь. Ну ладно, завезли и завезли. Еще в начале прошлого века курение совершенно не считалось даже в середине чем-то плохим. Все супергерои курили, ну я имею ввиду там какие-то копы, еще кто-то там, я не знаю, курили в передачах телевизионных, да что-то где угодно. Вспомните фильм «Служебный роман», уж куда как классика. Там есть сцена с курением и даже не только с курением, но и с прославлением капиталистических ценностей, а именно сигарет Мальборо. Замечательно. Чистит, несмотря на какие-то свои, я вам скажу так, ребят, нож-то как бы боевой, как бы такой весь ростакой, но весь прикол в том, что посмотрите, у меня палец при чистке картофеля встает вот сюда, на вот эту вот яму в обухе и чищу я вот этим вот местом, ну которая наиболее, скажем, опять же, приближена вот к оси рукояти, то есть получается такой вот тоненький ножичек, очень удобно, несмотря на столь внушительные размеры ножа, очень удобно чистить картофель. Сам я курил когда-то очень много, курить я начал в школе и курил я сигареты, в школе я курил папиросы, это тогда было модно, я курил Беломор канал в фабрике Урицкого, и потом у меня был период жизни, когда у меня была такая интересная, но довольно, скажем, стрессовая работа, приходилось мало спать, много работать, много было такой, скажем, мозговой атаки. Одним словом, я вам честно признаюсь, я сейчас думаю об этом времени, я просто сам себя фонареваю, почему? Потому что я в то время выкуривал две пачки красного молебора в сутки, именно не в день, а в сутки, когда приходилось много как бы трудиться, приходилось много работать, то вот именно так. Ну, скажем, в спокойный день пачка точно улетала, сейчас, с учетом того, что я много-много уже лет не курю, я вспоминаю это просто с какой-то дрожью, и, кстати говоря, плюс к этим двум пачкам Мальбора, где-то порядка двух тоже литров, мы подсчитывали с ребятами, где-то порядка двух литров крепчайшего кофе в сутки уходило. Почему я это рассказываю? Я это рассказываю, потому что я сейчас не курю, как любого человека, который бросил когда-то курить, его, конечно же, раздражает сигаретный дым. И я могу сказать так, что вот у меня в отношении конкретно вредной привычки к курению такое двоякое, двоякое видение, двойное видение, скажем так. Во-первых, с одной стороны, я считаю, что каждый человек имеет свое законное право на рак легких, на проблемы другие со здоровьем. Ну, разумеется, он должен был расколоть, все-таки нож толстый. Вот. То есть, надо разъяснять людям о том, что это вредно. Действительно, особенно нужно разъяснять это подросткам, проводить какую-то работу и прочее, и прочее. Но, с другой стороны, не надо это превращать в какой-то маразм, надо напаривать людей, особенно взрослых людей. Все должно быть, как бы, ну, разумно. То есть, ограничения, безусловно, должны быть. Иначе начнут курить где угодно. Вот. Опять же, я, например, расскажу про Эстонию. В Эстонии, когда, когда-то было разрешено курить, например, в клубах, на дискотеках. Очень хорошо порезал. Достаточно ровненько, не было никаких соскакиваний. Давайте теперь порежем колечками. В барах, в кафе, ну, в общем, как везде. И, в конце концов, запретили курить в общественных местах, во всех. Ну, в том числе, нельзя курить на автобусных остановках, там, перед магазинами. В подъездах у нас запрещено курить. То есть, нельзя выйти на подъезд, там. Хочешь курить, выходи на улицу, сколько бы градусов ни было. И в этом плане я поддерживаю этот момент, эти ограничения. По одной простой причине. С одной стороны, каждый человек сам решает, курить ему или не курить. Каждый человек сам решает, быть ему, там, здоровым или не быть. Жрать всякое разное, пить пиво или не пить. Заниматься спортом или нет. С другой стороны, любая вот такая вот вредная привычка, она должна иметь какие-то разумные ограничения, чтобы, в общем, самое главное, чтобы это не причиняло каких-то неудобств другим людям. Потому что у нас, конечно, народ странный. Они считают, что если я курю, очень хорошо по огурцу идет, просто замечательно. То и трава не растет. Когда я, например, лежу на пляже, ну, там, загораю. И буквально там в трех, четырех, в пяти метрах от меня человек закуривает. Причем, вы знаете, самое смешное, что на пляже, например, мужики редко курят. В основном курят бабы. Я не знаю, почему, как-то вот у нас мужчины отходят куда-то в сторонку, как-то, ну, а женщины, они вот лежат и закуривают. И вот я думаю, интересно, если я просто сейчас подойду, и я извиняюсь за грубое выражение, просто пердану тебе в нос. Вот прям вот, ну, я не знаю, или просто какую-то тухлятину тебе вот перед лицом поставлю. По большому счету. А чем это отличается? Ничем. Неприятный запах. Но почему курить можно, а пердеть лицо считается неприличным. Так, помидорка. Помидорка идет замечательно. Не могу сказать, что прям под весом, но очень хорошо, очень хорошо. Нет проскальзывания совершенно. Нарезка идет ровная, нарезка идет такая стабильная. Ну, почему я не могу подойти к человеку и просто ему жвачку вот так у волосы прилепить? Просто потому, что мне так захотелось. Но он, сука, стоит передо мной вот и дымит, я не знаю, где-нибудь там на той же самой остановке и прочее, прочее. Я же не буду говорить, слушай, здесь запрещено. Он должен сам понимать. Одним словом, как-то вот это все взаимосвязано. С одной стороны, я как бывший курильщик не имею ничего против курильщиков. С другой стороны, я, конечно, активно, агрессивно за то, чтобы это не напрягало, чтобы вот это вот курение не напрягало других людей. То же самое с употреблением алкоголя. Вообще, большинство людей, вот у меня, скажем, такое вот есть жизненное наблюдение. Давайте паприку порежем, и я расскажу о нем. Хорошо. Даже очень хорошо. Просто замечательно. Оп, что это было? Не-не-не. Все замечательно. Вот здесь вот был какой-то загиб на трех кусочках. Врать не буду. Как-то порвалась она. Так вот. Касаемо... Ну, бухла. Касаемо выпивки. Я вам скажу так, что здесь тоже главное не мешать другим. Главное, почему? Потому что когда человек, например, напиваясь, приносит вред своей семье, причиняет вред своей семье или другим людям окружающим, или хотя бы досаждает им, какие-то вот эти вот орущие уроды в поездах, там, я не знаю, там, просто какие-то обезьяны, которые приходят на тот же самый пляж с ящиком пива, солнце в дуб, я не знаю, там, 27 градусов тепла, они после пары пива просто уже в животных превращаются. И приходится прямо вот меры физического воздействия применять к ним. А как иначе? Не потому что я такой сознательный, с такой гражданской позицией. Нет, потому что они меня лично бесят и мне лично мешают, когда начинают, блин, мочиться тут в кустах, орать там и прочее, прочее. Это я позитивно, на самом деле, рассказываю, потому что нож отлично поработал по овощам, просто замечательно, просто супер. Курочка. Ну так вот, про свое наблюдение я так и не рассказал. Вот он, Дамаск-то. Рассекает просторы курицы, просто рассекает. Супер. Вот это да, вот это я понимаю. Вот она, рекурва, хорошая заточка и приятственная сталь. Просто супер. Так вот, знаете, меня удивило именно, когда я там снял видео, например, лучшей закуски к пиву. Там или, например, отметил глотком пива тысячного подписчика своего и прочее, прочее. Ну, мне начали шить аж пропаганду алкоголя. Хочется сказать, ребят, ну какая тут пропаганда? Ну, я действительно, скажем, по каким-то своим личным моментам, по каким-то своим личным традициям поднял бокал там пива. Ну, я не скрываю того, что я взрослый человек уже, скажем, нормального такого возраста. Ну, то есть, такой момент, не нравится, не смотри. Не надо меня жизни учить. И я заметил, вот у меня есть приятель один. Так, что-то здесь у нас с курицей. Походу, ее стреляли в это место. У меня есть один приятель, который тоже вот такой, прям такой, как, знаете, как проповедник. Он против там алкоголя и прочее, прочее. А я ему сказал, что я на самом деле заметил, что люди, которые настолько вот именно агрессивно относятся, как правило, у них у самих в прошлом, ну, не то, что проблемы были. Я бы не сказал проблемы. Но, возможно, человек просто надел каких-то косяков в свое время. Именно в состоянии алкогольного пьяния. Ну, там, подтопил кого-то где-то, спрятал кого-то где-то или еще что-то. Ну, там, аварию совершил. И все. И после этого пробудитесь. И это реально начинается яговизм. Просто вот, ну, это плохо, то плохо. Хочется сказать, ну, оставьте меня в покое, если я действительно никому, ну, скажем так, вот, мне интересно ваше мнение. Да, если я плохо себя веду, ну, под алкоголем, ну, в состоянии алкогольного пьянения, безусловно, меня можно и должно ограничивать просто супер режет. Просто вот, ну, я просто вот веду разговор. Почему? Нож работает. По кухне вообще супер работает. Вот мне этот кусочек не нравится. Что-то здесь действительно такое ощущение, что ее били ногами в грудь. Но какие-то обычные моменты, вот, начинают, когда... Меня, например, бесит то, что вот, да, я приветствую то, что у нас запрещено курить и прочее-прочее. Но у нас, например, такая тема, вот в Эстонии именно. Запрещена продажа алкоголя после 10 часов вечера. И с одной стороны, и статистика хорошо, и преступность там снизилась, и прочее, и прочее. С другой стороны, если человек заканчивает поздно свою работу, и он просто хочет там, ну, я не знаю, что-то миролюбивое, да бутылку пива перед сном выпить. Просто вот по телеку футбол показывают, то тут наступает время спекулянтов, которые просто разводят алкоголь по объявлениям в интернете, по объявлениям так и так. И плюс, больше всего меня удивило конкретно в Эстонии, то, что запретить запретили продажу алкоголя после 10, но не запретили продажу алкоголя в барах и на дискотеках. А вы, друзья мои, сами знаете, какая там накрутка. И после того, как это вот правило приняли, как бы утвердили, я не знаю, закон это, наверное, все-таки у нас уже на уровне закона. Потому что сперва это было решение местного самоуправления. Так вот, после того, как приняли этот закон, кассы ночных заведений, они просто фантастическим образом взлетели. Опять же, почему? Далеко не все хотят нажираться в хлам. Просто хочется пообщаться. Ну, вот у меня, например, друг, когда приезжает один. Ну, просто действительно, у нас такая традиция. С меня пиво, с него рыба. Он рыбак, привозит вяленые рыбы. И мы просто вот так вот сидим. Но и пару раз у нас реально была такая ситуация, когда нам приходилось просто вот... Он приезжал поздно, и нам приходилось в магазин. Ну, конечно, не бежать. Это уж совсем там такая потеря лица. Все-таки не настолько мы зависимы. Но идти довольно быстро, именно для того, чтобы это напрягало, что вот успеем мы или не успеем купить пивка. Одним словом, вредные привычки. Я не говорю, конечно, сейчас о каких-то там, ну, о наркотиках. Я крайне отрицательно к этому отношусь, потому что у меня довольно был широкий, скажем так, именно вот широкий опыт общения с людьми, употребляющими наркотики. Все там печально. Никаких ни легких, ни тяжелых, ни по-хорошему, ни по-плохому не должно быть разрешено. Потому что... Потому что вот... И пока вот сейчас дорезаю этим замечательным ножом курицу, я могу сказать, что у нас, например, еще вот то, что позитивно. Конкретно в Эстонии мне это нравится. Азартные игры. Если человек набедокурил в казино, ну, в том плане, что там проиграл зарплату раз, проиграл зарплату два, наделал долгов и прочее, прочее. У нас какой-то, я не помню, наверное, года 4 назад приняли, опять же, закон, что все абсолютно казино работают только по удостоверениям личности. То есть ты приходишь, ты обязан предъявить или ID-карту, или паспорт. И если ты в какой-то момент действительно осознаешь, что у тебя проблемы, то ты можешь, ну, не закодироваться, а, как сказать, запретить самому себе официально ходить в казино. То есть, ну, во-первых, вот это правило, оно действует просто супер, просто супер. Оно действует в том отношении, что туда не пускают, конечно же, лиц моложе 21 года. И плюс люди, которые осознают, что у них действительно вот беда, можно там себя как бы вот себе запретить проход в казино, по-моему, на 3 года, на 5 лет или пожизненно. То есть, если человек принимает решение, что мне больше туда не дорога, он специально как бы делает заявление в интернете, и все. Здесь такой момент, что работники казино у нас проверяют на самом деле довольно серьезно документы на входе. И если там стоит вот это вот кодирование, то не пускают никого. Почему? Потому что иначе их могут лишить лицензии. И это очень правильно. И в этом плане можно было бы и с тем же самым алкоголизмом сделать. Просто вот продавать алкоголь по удостоверениям личности. Если человек понял, что он действительно не умеет себя контролировать, он может сам себе запретить. Никто другой, а именно он сам себе. Вот такая у меня сегодня социальная тема. Жду ваших комментариев. Нож отработал замечательно. Нож отработал замечательно в лесу. Отработал замечательно на кухне. На самом деле, вы знаете, я сам честно скажу, что я вот лично считаю, что это на любителя. Действительно, я сам не особо фанат таких вот форм. Но факт остается фактом. Это рабочий инструмент, это рабочий нож, который нормально работает. То есть здесь как бы это не полочник. Если вам нравятся такие вот копьевидные формы, то почему бы и нет. Не просто на полку, а нормально, чтобы работать. Спасибо за просмотр. Всего доброго.